Слушай, Дишлас наткнулся на данные Медиазона, собирают вместе с BBC поименный список погибших россиян в Украине. С 22 года по нынешнему, сейчас апрель, 20 апреля, 24 года. 51 тысяча, 96 человек, это установленных по имену, то есть они могилу, некролог, то есть это те, кто уже, кого тело доставили из Украины в Россию. Это же далеко не все, ребята, 51 тысяча человек, это все Чечни, Чечня, первая, вторая, плюс Афганистан, который вел Советский Союз. Это уже все переплюнуто, это только поименно. Я же говорю, далеко не все, я вот тут под Работина, там у нас рядом с блиндажами, их валяется, этих незабранных трупов российских. Я даже поймал, что я на эти позиции попал, то есть освобождали, это российские позиции были, освобождали не мы, ну то есть не мое подразделение. Я туда уже зимой завели нас, я только по весне узнал, когда снег сошел, что я по трупам там ходил рядом с блиндажами. Вы понимаете, лежат там вот эти вот, я посмотрю там, кусок черепа рядом с блиндажом валяется. Ни одного седого волоса у пацана, я не знаю, сколько ему было. И даже, то есть я там поснимал, выкладывать это, конечно, куда ты это выложишь, его никто не опознает. Там скальп, ну то есть все поедено уже, котами там, мышами, крысами, собаками. Я смотрю на эту, на клок волос этот на скальпе оставшись, и говорю, как с этим Йориком Гамлетт, Куда ты полез? Тебя ж там дома, наверное, родные ждут. Чего ты отвлекся? Ну, не в том дело. Значит, 51 тысяча. Это мы не берем, даже если там наши военные дают, что там до 500, больше 500 тысяч же там, либо покалеченных, либо, ну, таким или иначе, выведенных из строя. Россияне, вы что сюда приперлись? Вам что там, что мы вам сделали такое? Как мы вам жить мешали тем, что мы тут ссопали свои огороды, ездили там в Европу, как вы говорите, унитазы чистить? Вас оно колебло? Вы приехали вот сюда вот это десятками, сотнями, наверное, тысяч умирать и нас убивать? Это просто эпично. Меня это количество просто убило. И я сейчас смотрю, там Курск этот, то есть Орск этот, блин, потом Оренбург, блин. Затопило Томск. 18 тысяч официально затопленных домов. Это только официально. То есть умножая на 4, там 1080 людей пострадавших. Ну, там семья по 4 человека, да, в среднем. Мародеры. Нету никакой там воды не доставляют, не помогают людям. Люди сидят в охренении, блин. Там всплывали эти трупы, скотомогильники, там все на свете. Это еще там уже люди лежат с кишечными заболеваниями. И вы лезете сюда, тут нам рассказывать, какими улицами нам Бандерн называть. Не Бандерн, блин, там еще что-то такое. Не, ну мы-то вас перебьем. Ну, может, вы своими делами займетесь. Сейчас свалите отсюда. Сейчас еще дождемся. Вот сегодня как раз будет, может, голосование в этой Америке по поводу помощи 60 миллиардных. Вы поймите, что если бы мы даже без этой помощи, у вас тут так кромсаев таких. И вы нас тоже, конечно, вопросов нет. Но мы свою землю защищаем. Не то, что вы там рассказываете, что мы там землю продали. Я не знаю, я на этой проданной так якобы земле, блин, жил, работал, блин, нафиг. И я рабочий всю свою жизнь. Я, блин, ни дня не работал даже в статусе бригадира, там в бригаде какой-нибудь. То есть все время на низших рабочих, там, этих самых, на стройке, на заводе, блин, на турбатоме, там, на... И я как-то умудрялся издать за эти деньги и кормить семью. И я никогда за границей не работал. В 90-х там ездил, как в Россию, к родственникам. Ну, там, совсем не на заработке, а там по семейным обстоятельствам. То есть мне этого хватало, блин. Я как-то работал на этой проданной земле. Вы пришли и разнесли мою Северную Салтовку, нахрен, блин. Разнесли кучу городов, просто в щебень сравняли. Теперь стало лучше людям, да? Они теперь не на проданной земле живут. В Крыму, когда россияне зашли, что там, раздали землю людям, что ли? Или поограживали участки побережья, блин, для своих, блин. ФСБшников, НКВДшников, там, этих всяких. Что-то у вас с башкой не то, россияне. Что-то у вас, блин. Ну, ничего, мы перебьем всех оккупантов. Надеюсь, доживут до конца этого процесса. И ваши трупы вы отсюда... Вообще, может, и не заберете их, а на чернозем превращается. Шиза у вас в башке какая-то, господи. Мне 50 лет, я жил с вами в одном Советском Союзе. Что с вами стало?